всем привет рада вас видеть на канале лёка дом сегодня я вам покажу как я делала откосы для дверей входных и межкомнатных так принесла я разные материалы пену клей пену свою любимую уважаю вот эту постоянно использую гипсокартон у меня очень часто в работе как увидите гипсокартон пистолет у меня самые обычные потому что они у меня всегда засыхают какой бы я не купила не умею я с пистолетами обходиться по-правильному мне нравится тем что она не сильно расширяется конкретно эта пена она не сильно расширяется не выдавливает мои мою мою работу мою отделку соответственно когда я сейчас буду делать а что я буду делать я буду делать наконец таки я решила заняться этой самой страшной дверью я не знаю как тут делать я буду вот просто на ходу импровизировать что же мне тут сделать здесь и и вот здесь у меня и вот здесь вот этот просто ужас я постоянно откладывала на потом чисто потому что я не знаю как ее сделать так чтобы это было красиво она ужасная у меня она отвратительная мне дверь она просто это вот самое осталось осталось плохое в доме не сделана дверь промежуточную дверь я сделала ну там только не покрасила потому что ну красить будут одновременно обе вот не знаю как тут и сыпется и еще у вас и тут летают соответственно вот мне надо что-то сделать здесь вот прям дырки туда тоже пены надо обязательно чтобы всякие неизвестные вот эти вот негодяи не летали здесь непонятные вот все полости заполню клей пеной в принципе немного и уйдет вот здесь наверное будет проще всего просто вырезать вставить по размеру вот а вот здесь придется что-то подумать по придумывать не знаю пока просто буду делать и одновременно здравствуйте и одновременно придумывать но в любом случаях хуже чем есть я не сделаю ну что приступаю я все откладывала эту работу время откладывал потому что ну прям очень сложно и тут все прям ужасно хотя когда мне было чтоб по простому видите у меня прям и пеноплазм постоянно тут сыпется это дерево надо его закрыть срочно как видно по началу ролика я очень долго собиралась с этим духом вот просто взять и сделать тем более я знала что я это могу я себе настраиваю только на то что мне все получится но было страшно браться потому что ну такую большую отделку я не делала окна все-таки попроще не поменьше и так для работы я использовала гипсокартон именно влагостойки первым делом все замерила и отрезала необходимый размер дальше я срезала уголки ножиком чтобы плотнее по чтобы плотнее гипсов картон прилегал к двери коробки самой так следующее что я сделала это пеной пропенила все дырки через которые пролазили всякие насекомые в дом там осы даже залазили в дом я сначала не могла понять откуда у меня уберутся осы в доме а вот они видишь ли себе нашли какие-то там лазеечки и благополучно пробирались в дом особенно ярко я заметила что осы попадают в дом когда я потравила осы прямо им гнездо залила траву специально от осины и они видимо не могли вылезти через старое отверстие не каким-то образом прогрызли путь домой и попадали ко мне в дом ну так себе скажу веселье было мой гипсокартон полтора метра поэтому еще пришлось кусочек вырезать с этим никаких проблем сверху для надежности чтобы пена не выдавила гипсокартон я откручиваю саморез чтобы держалась и не выдавливала так вот такими нехитрыми действиями я зашила эту сторону ну скажите в разы лучше потом здесь еще можно будет обшить красивенько и все будет классно так как стена вот так то я еще сжимала саморезами так мощненько чтобы хорошо держалась плотно так уже красиво по сравнению что было вот сравните но с этой стороны было страшнее конечно с этой стороны было вообще страшнее там и пенопласт и утеплитель дома все было видно все теперь потом еще я заделаю соответственно вот здесь вот еще хотя и так нормально плотненько но я все равно сделаю отделку декоративная чтобы все было четко можно разными уголочками тут например по желанию это вот чисто по желанию кому как а может быть и уголочками на какой-нибудь опять клей пену либо герметик чтобы красивенько было чем вот одну сторону сделала теперь еще две но вот это вот самое сложное будет как тут вот тут крепить я думаю что вот так вот за делаю здесь много дам пены чтобы это все заполнилось все заполнилось и снизу еще подошли как бы ну вот это срежу на час это я а потом вот здесь вот типа какие мы досочки которым крепить короче буду тут буду чудо наращивать так сяк пятое-десятое чтобы сделать из этого но получается вот над процессе решу сначала еще с этой стороны отделу а вверх уже получается с остатков где у меня материала достаточно и все про запас беру потому что можно нечаянно испортить неправильно посчитать хотя я всегда вроде как бы затрую считаю правильно все так что все продолжаем теперь продолжаем с этой стороны отделку ну в принципе с другой стороны проще и тем более уже когда начал работу то дальше уже она идет 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 если что-то не получается то всегда что-то придумывается но в любом случае для меня всегда вот вот если я начала то уже будет не так но вот так у меня в итоге получилось все очень плотненько получим очень очень плотненько в стыке тоже все ровные тут еще будет отделочная работа делаться поэтому все это спрячется вот тоже вот тут выступает это что кусочек дерева я сначала думала сделать прям закрыть зашить типа что за так ровно было но потом решил у меня очень домик маленький раньше у меня здесь висели ключи мне было очень удобно то что у меня такая ниша здесь ключи там крючки сделала с ключами зонтик фонарик шокер вот ну как бы такая ниша двух ключей я считаю ок потому что я ей пользовалась постоянно ключи вешала и точно так же и буду пользоваться все я здесь верну назад потому что красиво и но это уже по сравнению с тем что здесь было до моей вот этого отделки то я считаю неплохо главное чистенько аккуратненько будет все будет беленьким покрашена будет чистенько осталось только вот это как тут будет в чего как ну я думаю тоже справлюсь сейчас проведу уборку потому что здесь очень грязно сейчас покушаю и продолжим и после обеда приступила с новыми силами к самому сложному вот в этой части видно что я очень много раз спускаюсь перемиряю но в итоге все вымерено и запенено дальше я решила использовать обычную пену потому что это будет правильнее она расширяется намного больше и быстрее сможет поверхность заполнить так ну вот получается у меня здесь такое пустотелые отверстие очень пустотелые поэтому его надо полностью заполнить чтобы тут ничего не бегала не прыгала и так далее для этого я сейчас беру не клей пену а просто пену потому что пена расширяется больше чем клей пена и уйдет меньше соответственно так что вперед так вот такая у меня конструкция уже пену вчера с ней немножко срезала чуть-чуть осталось ну прямо буквально всего ничего здесь практически ничего и не будет так что сейчас пена здесь расширится часик сделаю еще один слой это просто чтобы видеть как чего пускай расширяется потому что здесь очень много на ее бахнуть что все получилось пока у меня пена работает я решила начать отделку шпаклёвочкой все стыки чтобы они были ровненькие покрасочкой все замазала даже там где вот уголок у меня будет закрывать я тоже аккуратненько промазала выровняла как можно видеть пены я добавила достаточно я все думала что что-то как-то маловато незаметно что я пену добавила пена слабо расширилась не шла бы нормально уже на следующий день когда пена засохла я ее срезала канцелярским ножом и приступила к дальнейшей отделки всегда когда кто-то строит дом где шутят ну чего нашла клад и все такое я в свой адрес много раз вышла я решила елка дон 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 я короче решила сама сама спрятать клад это самая большая большие бакс у меня больше у меня нету есть еще доллар поэтому было два 50 положила бы 50 или 100 у них нет так вот вот такое яичко я сейчас спрячу и и еще вот вот эти вот эти украшения новые новая штучка тут было правда еще документ в подлинности но я его видимо достала не забыл а нет вот он так что еще я спрячу вот это украшение вот уж через много лет когда кто-то обнаружит уж не знаю через сколько лет его туда достанут когда-нибудь но сейчас еще туда внутри спрячу записку и вот такую записку я приложу тоже спрячу листу дамы даже не знаю может каких-нибудь следует сто до меня дойдет информация ну я же полагаю я когда-нибудь куплю все-таки дом на море а это дом я когда-нибудь продам хорошим людям и они естественно или их внуки короче найдут меня презентики такие часы это верну получили друзья как вы считаете стоит ли мне сделать такой же кладик на участке где-то закопать такое послание в будущее от легких пишите свое мнение в комментариях так вот ребята спрятала представляете глаза того человека который найдет он такой например будет делать ремонт и в какой-то момент он придет увидит там камушек протрет получше приглядится в надежде конечно что это бриллиант но сорян бриллиантов у меня нет надеюсь человек в любом случае будет приятно и неожиданно и он будет понимать что тут кто-то был очень такой веселый человек здесь я кому-то доставлю этим какую-то радость в жизни яркий насыщенный день и такое на подъеме так что привет тебе в будущее конечно мало ли начнет гуглить кто такая лёка дом и меня найдет и найдет этот видео видосе где я упаку где я прячу вот это будет прикольно потом везде не ходила и думала о классная я зарыла клад ну не зарыла ну считай за клады ищут не всегда не закопаны иногда не классно спрятаны как в моем случае стену я всем привет небольшое вступление перед роликом как выступление обращения посмотрела свою статистику и выяснилось что постоянных зрителей у меня практически миллион девятьсот там щенка но подписаны всего тридцать один процент постоянных зрителей недавно меня научили я все это дело посмотрела немножко под расстроилась две недели переваривал уже эту информацию что всего тридцать один процент моих постоянных зрителей для меня подписались а все остальные нет возможно возможно потому что я не говорю об этом и люди забывают это сделать поэтому прошу если вы смотрите данное обращение подписаться на канал будет канал развиваться и расти я соответственно буду стараться больше снимать потому что аудитория будет значительно больше если хотя бы 70 процентов подпишутся 30 там ладно пускай наоборот поменяется подпишется 70 по 30 не будет подписываться соответственно но совершенно другие цифры будут буду себя чувствовать более как-то уверенно и к своей как бы такой цели в миллион подписчиков я стану ближе поэтому если кому не сложно и еще пока что не подписан на канал прошу подпишитесь пожалуйста это мне реально очень поможет спасибо отвлеклись на очень важный момент потому что это для меня очень важно я должна была попробовать вставить рассказать вдруг меня вы все услышите и нажмете на заветную кнопочку подписаться вот продолжаем ремонт после сложного этапа запенивания и прикручивания перехожу к этапу отделки шпаклевкой шпаклевку в этот раз я купила сразу же готовую в принципе мне ее здесь не так уж и много надо и только для двери поэтому я решила взять готовую и не заморачиваться по деньгам выйдет все то же самое но сэкономить достаточно много времени на следующий день после полного высыхания прошлась шлифмашинкой пылище стояла знатной дышать было невозможно я не знаю сейчас меня поругают за то что я не одела маску но да я забыла одеть маску потому что я решила чуть-чуть но я тут быстренько я тут раз два и все и дверь открыто все открыто ну конечно маску нужно было одеть так и в том году я делала отделку двери но не закончила уехала вот поэтому сейчас надо будет до шлифовать вот эти все неровности чтобы можно было покрасить вот эти все неровности надо зашкурить чтобы все было ровненько и после чего можно будет красить а потом использовать вот эту отделку опять шлифовка опять пыль опять не одела маску но это последняя такая серьезная пыль дальше вроде как бы столько пыли у меня не будет в работе ну только когда я буду кухню прикрашивать ну наверно там не будет столько пыли мне бы хотелось чтобы ее было поменьше так после шлифовки я прохожусь там маленький паечка конечно же не участвует помогает я прохожусь грунтовкой глубокого проникновения чтобы сбить как раз таки всю пыль хотя ей пылесосом ее пособирала но так надежней дальше я показываю сразу какой краской я покрасила это очень недорогая краску но при этом очень неплохая всего в два-три слоя я закрасила абсолютно до бела вот и она видите густая тут балуюсь ничего баловаться идем работать так как я сказала краска густая ничего на меня не капала следом я и поликом и кисточкой красила и у меня даже в работу пошло два валика потому что не везде хотя использовала маленький валик и потом еще еще меньше принесла совсем крошечный перед покраской я выкрутила все саморезы потому что теперь они не нужны дверь отделка косы прекрасно сами держится потому что клей пена уже высохла взялась и они ни к чему будет намного лучше без них я прекрасно эти отверстия которые сделаны саморезами заделываю и ничего не видно дальше будет видео как я заделаю отверстие так реставрирую и прекрасно ничего не видно краска высыхала очень быстро поэтому я могла красить следующий слой прям тут же покрасила с одной стороны перешла в другую сторону промежуточную дверь красить пока ее крашу уже входная дверь высохла возвращаюсь входную крашу и так в два слоя 3 я уже наносила на следующий день после высыхания двух предыдущих как можно увидеть процесс меня увлек и затянулась все до поздна я уже включила все фонари подсветку чтобы ничего не пропускать чтобы потом на утро не увидеть что откровенная халтура поэтому включила все фонарики чтобы все было ярко и все видно было что я крашу что пропустила что не пропустила я так всегда использую разную подсветку он потому что свет лучше всего показывает где что пропущено и не докрашена на следующий день я прошла с еще одним слоем и после того когда уже точно все высохнуло уже ближе к вечеру я приступила к отделке там вот видно что одна одной стене я нарисовала как будто бы там тоже сделана отделка нет я просто краской нарисовала визуальный обман но визуально в глаза не бросается сразу видно и кажется что что все там есть но хорошая мысляка как годится приходит опасня можно например намочить то она девчонка идет часами мучила и она отошла легче не сразу тоже еще себе приклеим но это уже просто я выделаю что прям идеально все было уже прям стараюсь стараюсь конечно прям не смертельно если просто взять закрасить бежевой краской ну в принципе особо не выделить получается себе нормально это было то в принципе могла бы вот так вот сделать все так вот чтобы она ровно как раз но я подумала потом что можно чуть аккуратнее отрывать намочить так половая клея нам больше не понадобится я его убираю теперь мне понадобятся жидкие гвозди опять же саморезы и шуруповерт но это чтобы не долго не держать я потом заделаю чтобы долго не держать потому что схватывается на не прям моментально поэтому как и так так замазываем увы идея провалилась напрочь потому что мои гвозди загустели из-за того что я когда-то эту банку этот тюбик уже вскрывала что-то делала чуть-чуть совсем и практически полный вот этот тюбик он бежал закрыт все но все равно загустел я пробовала различными способами думала что просто забился этот вот носик сделала больше дырочку лишь и саморезы вкручивала и так и так но все это безуспешно когда я уже полностью раскрутила из заглянула туда выяснили что оно средство очень густое уже как каша бесполезно потом я принесла другой маленький баллончик тоже оказался оба из-за того что долго не использовала тоже засох и умение осталось выбора как использовать опять пену но только стараться использовать на минимуме чтобы не выдавливала добавляю чуть-чуть чтобы она не выдавливала как вчера вчера я не оборщила она расширилась и выдавливала ну как чуть-чуть так на глаз все крепим вот на все хорошо ничего не выдавливает пока что сейчас два саморезика чтобы не держать сами понимаете держать замочиваешься такс вот лист вот 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 и и все сделано так почему не перчатки я когда оккушу сморец я держу и я кучу и Их не закручивает, именно потому что они тут твердые такие. Если я была бы в этих перчатках мягких, я бы так не смогла. Я бы крутила, и она бы накрутила, шуруповер бы накрутила вот эту мне, вот эту перчатку, он бы был бы глибнут. А так я не могу держать и прижимать одновременно, меня отталкивает. Не хватает немножко сил, чтобы одной рукой. Я, получается, всем телом давлю, чтобы на стену крутить. И вот когда я в таких перчатках, я просто держу волшебник, и мне не надо ничьи было. Хорошо плотника лежит. Так, теперь вторую надо сделать. Вот так. Ну, вторую пилить не надо, она у меня даже коротковата. Лучше ты делаешь, какая есть. Вот. Так что. Думаю, ну, у меня еще есть там другие досочки. Как они называются, не знаю. Ну, вроде как бы они мне здесь не нужны, мне тут все беленькое, красивенькое. Здесь вот такая длинная штука, но думаю, что... Так, если я одену, то что мне, в принципе, не надо здесь. Тут будет дозор. Это вот хорошо, когда у тебя коробка, ну, вот такой толщины, и ты здесь вот, ровно и красиво. Ну, а так как у меня коробка самодельная, отделка сделана самодельной, ну, с твоими руками все здесь. Поэтому как-то так. Есть еще вот такие штуки. Можно дополнить ими. Например, так. И вот так. И тоже приклеить, но, ну, типа, нормально получается вот так. Ну, типа, все длины. Ну, тоже зачем? Все беленькое, чистенькое. Зачем не это здесь надо? Чисто у меня сферка там вот небольшая в самом... Так как дверь я покупала бэушную, ну, как-то так. Вот. Можно подумать сделать конечную. Но думала, что в моем случае мне достаточно будет просто ее вот так приклеить и саморезикой, чтобы ничего не делать. Вот это место я шпаклевочкой поправлю красиво. В любом случае красиво. Так-с, да-дан-с. И совсем ничего не видно. Сразу другой вид. И ты сразу все спрятал. Потом сейчас все это мою. Когда-то смеется, помоюсь, я почищу. Так, ну что. Можно, в принципе, и ПВ намазать, и клей пены чуть-чуть еще меньше дать. Потому что вчера именно такой наличный. Вот так-с. 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 Решила для надежности еще добавить ПВ-клей. ПВ-клей тоже, возможно, загустел, либо это обычное его состояние. Выдавливался очень сложно. Прям надо было сильно-сильно давить, чтобы он выдавливался. Но вроде как клеит все нормально. Свойства не потерял. Мне кажется, было вот так вот. Замочил плотное перебание. Так, все, как-то плотно перебает. Ну что ж. Теперь, блин. Косяк на этой штуке. Буду тоже заделывать, подклеивать все такое. Пусть приклеивает заниматься. Чупок. Ч-ч-ч-ч. Не хватает рук. Используем все, что только попадается. Что только сделать, красавица. Нажимаем. А, перчатки не надела. А, да. Здесь я стараюсь очень просто быстро делать. Из-за того, что пена, она увеличивается в размере. И чтобы она приклеилась, а не оттолкнула. И потом не будет тяжело затянуть обратно. Так. Здесь. Ну вот, меньше пены добавили, ничего не выталкивает. Эх, вчера, конечно, был косяк. Так что, девчонки, если кто решит повторить, подумает. О, точно, я тоже так сделала. Учтите, используйте меньше пены. Я, как бы, вчера очень много ее бахнула. Клей-пена. Вот, клей-пену я сейчас использую. Вчера, когда. Но я ее добавила нежелее. Ну, все, как я делаю. Как бы, делается же для себя. Поэтому. О, да. Классно. Ну, в принципе, все. Я не добавила нежелее. Хотя, вообще не надо больше ничего. Ну, все хорошо. Пусть их приедает. Вот, когда все волки сватятся, ну, крема сватятся, я их выкручу. Я их выкручу и заделываю все-таки. Не хочу я их. Вот, сейчас буду заделывать вот эту неприятность. Ну, все, такая красота. Лик. Вот, так. Ну, еще подержу. И вот, подержу чуть-чуть. Ну, даже, даже, голову сразу схватилась. Так, остались еще такие моменты довести до ума. Здесь вот, ну, по-другому было сделать. Уступает. Ну, вот и так. Потом, когда буду заделывать, и тут заделаю. Тут ничего не уступает. Здесь все равно есть цвета, буду вместе их и заделывать. Правнее было. Они уже не будут. Тут уже все сплотилось, приклеилось. Они тут уже чисто так. Это прокручивается, вообще не держится. Это прокручивается, вообще не держится. Это прокручивается. Это прокручивается. Это прокручивается. Теперь, для ремонта я принесла разные вещи. Шпаклевка по дереву и КПВ-клей. Сейчас я хочу для себя понять, какая отделка мне понравится больше. С помощью клея или с помощью специального средства. Для специального средства я должна зачистить это место и нанести в него. Эксперименты будем ставить снизу. Эксперимент слеем. И вот так вот будем делать. Потом я сверху еще красочкой тушусь. Ну, второй вариант мне нравится больше. Во-первых, и клей будет потверже. И я его туда. Так что останавливаюсь на клее. Я снимала так близко. Хотела, чтобы вам был виден процесс. Но, увы, я своим плечом все закрывала. Поэтому оказалось, что вам ничего не видно. Увы. Но делаю я следующее действие. Те дырочки, которые остались после самореза, заливаю немного клея ПВА. Беру шпатель и отгибаю аккуратно края назад вовнутрь. Прижимаю. Сверху накладываю салопан. И вбью молотком, чтобы вбить эти шметки обратно. Так, вот. На данный момент получилось вот так. Дальше я шпаклевкой замазала стыки отделки. У мешковной двери я тоже нарисовала такую визуальную обманку. Якобы здесь тоже стоит такая отделка. Я закончила с самой грязной работой. Поэтому можно унести большую часть инструментов и приступить к уборке. Из-за того, что я шлифовала и все пилила, очень там пыльно, прям на поверхностях все пыльно. И я все перебираю, протираю, чтобы было комфортно дышать. После реставрации у меня клей подсох. И я наношу краску, которую подобрала специально цвет в цвет. Что и незаметно, что там когда-то были дырочки и стояли саморезы. Еще раз смотрите, как я это делаю. Клейкова в эту дырочку. Заполняю ее. Заполнила. И делаю с горкой. Делаю наоборот, чтобы немножечко там оставалось свободного пространства. Прямо перед перед. И со всех сторон подцепляю. Бывает чуть легче сделать, бывает чуть позже. И с каждой стороны давай загнуть в обратную сторону. Тяжело делать и снимать, потому что удобнее с другой стороны, но тогда ракурс для съемки не подойдет. Тогда я закрою головой все. Вот и прям со всех сторон потихонечку возвращаю ее обратно. Вход идет все. Ногти. Где-то придавливаю сильнее, где-то слабее. Вы уже чисто сами смотрите, как у вас. Даже если что-то отломается, ничего страшного. Потом я подобрала уже цвет краски. Просто промаживаю эту месту. Так, теперь делаю вот так и стучу. Вот. И вбиваю, чтобы она ровнее ски была. Как вы видите, уже не сильно заветно. Сейчас через порвнуть еще раз простучу. Так, и приступаю к художественной части. Так как у меня обои не остались, я решила сама нарисовать их. Тем более, намешать разных цветов, под цветовой гамме. Что там рисунок какой-то? Ляпать. Ляпай, ляпай. Поэтому, долго не думая, решила, что я вполне смогу сама повторить дизайн рисунок обоев. Просто на раз-два. Друзья, вам верится, что было до вот так? Я, если честно, когда сама смотрю эти кадры, я даже не верю, что был вот такой ужас, кошмар. И я смогла что-то с этим сделать. И теперь, вуаля, после. Мне лично очень нравится. Я довольна проделанной работой. Без каких-то особых умений. Я нигде не училась. Никогда не видела, чтобы делали отделку. Я даже в роликах такого не видела. Просто фантазия. Я поковырялась в архиве. И смогла найти вот такие просто жуткие кадры, какая была дверь до вставки вот этой железной. Вот такая дверь у меня была, которая вот с ноги. Вот просто я бы легко просто, не знаю, кулаком бы выбила. Ну, с ноги бы точно легко бы я эту дверь смогла сама выбить. Что уж говорить, если бы кто-то захотел в этот дом попасть из мужчин. Легко и просто. Что? Труда бы не составила. Вот, чуть позже кадры, когда уже стояла дверь, но при этом не было отделки. Когда вот в дом осы попадали после травки и все такое. И приготовьтесь. Итог. Вот такой просто прекрасный, на мой взгляд, просто шикарный итог. Без определенных навыков. Не, не знаю, что вы можете сказать, что здесь плохо, что здесь не так. Мне кажется, что это, ну, просто топчик. Я просто, ну, я реально собой горжусь, что я все-таки нашла в себе силы, просто смелость взять и сделать. Потому что, ну, вот, с самого начала я только смотрела и боялась брать за эту работу. Что скажете? Я молодец. Если нравится, с вас лайк и обязательно подписка. Спасибо за внимание.